В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Малащицкая. Здравствуйте! Пора сматывать удочки. С 1 апреля начинается активное движение рыбы к местам нереста, в связи с чем на водоемах вводятся строгие ограничения и усиливается контроль, в том числе официального промысла. Наша съемочная группа побывала на Цемлянском водохранилище. Не было зимы, нет и рыбной весны. Так объясняют величину улова в своих лодках цемлянские рыбаки. Для них такой улов рыбалка не удалась. Рыба разбрелась, перепады температуры не дают ей прогреться, и даже бывалые рыболовы не могут найти клевые места. Такой лов рыбы законный. Добытчики получают на него официальное разрешение и объемы квот. Обязательно ведут журналы добычи водных биоресурсов, к которым прилагаются другие обязательные документы. Здесь указываются рыболовные участки в соответствии с рыболовными номерациями, орудия лова, здесь указаны сети ставные, винтеря и так далее. Здесь в обязательном порядке указываются квоты вылова объема. Также рыбацким судам нельзя пересекать границу региона. А цемлянское водохранилище расположено в Ростовской и Волгоградской областях. В Ростовской, кстати, меньшая часть водоема. Знаменитых цемлянских лещей, судаков, сазанов и другую рыбу ловят 12 рыбодобывающих предприятий. Ездят сюда и рыбаки-любители, которым нельзя ловить только в запрещенных для любительского лова местах. Зато в отличие от промысловиков, географических ограничений для любителей нет. Только по орудиям и объемам рыбалки. Разрешенное орудие лова – это поплавочная удочка, это спиннинги на хищных видов рыбы. Также спиннинги, как закидухи, то есть для лова карповых не более 5 килограмм в сутки вылова. С 1 мая по 16 июля в Цемлянском водохранилище массовый нерест рыбы. Любителям можно будет рыбачить только с берега и на один поплавок. А на промышленный вылов на лошадь полный запрет. Пока же рыбаки выгружают свой небольшой, по их меркам, улов и надеются на теплый апрель. Сейчас потеплее, температура поднимется, рыба, конечно, движение пойдет у рыбы. И она появится, конечно, она появится по-любому. СВЧ-обработка молока убивает вредные бактерии, но сохраняет полезные. Также может использоваться для обработки зерна, увеличивая его качество и сроки хранения. В Таганрогском НИИ-связи показали новые разработки и провели совещание по применению научных достижений в сельском хозяйстве. Усовершенствовать пастеризацию молока таганрогские ученые решили из-за распространения бруцеллеза, заболевания коров. Задача – уничтожить вредные микроорганизмы, но при этом сохранить все полезные свойства. Исследования заняли не один год и в итоге пришли к СВЧ-обеззараживанию. Темп нагрева 300 градусов в секунду и всего-навсего облучение идет 0,1 секунды, при которых убиваются все бактерии, но сохраняются технологические свойства молока. То есть его потом захвашивать можно, творог делать, сычужные сыры. Выводы разработчиков подтвердили опытные испытания модели на 100 литров молока. Принцип работы нового прибора объясняют на этой выставочной модели. Молоко поступает в насос и по трубопроводу в рекуперационную секцию для того, чтобы сохранять энергию. После на выходе попадает в ИК-нагреватели инфракрасные, которые догревают молоко, и дальше СВЧ-камера. Значит, здесь догрев идет на 10 градусов меньше, чем температура пастеризации, которая указывается на 75 градусов на данный момент. Теперь ученым предстоит собрать и испытать модель для пастеризации трех тонн молока в час, после чего ее будут предлагать переработчикам. Как и это новшество машину для СВЧ-обеззараживания зерна. Здесь представлена ее модель. При традиционной тепловой обработке зерно пригорает, оболочка растрескивается. Равномерный и быстрый нагрев от СВЧ-волн решит проблемы. Эти и не только. Мы можем усилить качество клейковины. То есть, если мы имеем по показателям ИДК, допустим, 105-115 бывает, то есть клейковина даже не моется. То есть, влаготепловая обработка с использованием СВЧ способствует укреплению клейковины. И таким образом мы можем получить хлеба лучшего качества. СВЧ-технологии можно использовать и для борьбы с сорняками. Открытие ученых должны работать на экономику сельхозпредприятий и региона и представлять донскую науку в проектах страны. Это в рамках созданного Южного научно-образовательного центра, который призван объединить потенциал науки и производства, внедрить разработки в промышленное производство. И нам, конечно, нужны прорывные идеи, идеи мирового уровня. Об этом говорили на совещании по перспективам внедрения новых разработок. Общая задача – с помощью научных достижений поднимать показатели сельского хозяйства. Далее в программе наша постоянная рубрика «Россельхознадзор сообщает». Здесь когда-то бежала вода, чтобы напоить поля с овощными культурами. Сегодня статус земли иной – багара, без воды, просто поле. Собственник земли не обеспечил должный уход за мелиоративными сооружениями, и система постепенно заросла камышом, который нет-нет, да и загорается и разрушилась. В результате выгорания растительности здесь, повыгорали уплотнительные резиновые уплотнения, вот, лотки просели. И далее здесь стояла металлическая перегородка, которая соединяла лотки, и от нее запитывался гидрант. Ну, здесь уже, судя по всему, утащили на металлолом. Инспектор в деталях осматривает обгоревшие лотки, продолжая свой рассказ о катастрофе мелиоративного сооружения. Ну, вот бетонные опоры, на которых устанавливается соединение лотков, вот, и в результате разрушения подобных опор, и получается проседание всей этой системы. Лотки начинают разрушаться, проседать. Бетон лотков крепкий, но хрупкий, и под собственным весом, без опоры, проседает, разрушается. Рядом с лотками лежат трубы, которые отводили воду на поля. Раньше они были под землей. С землепользователями данного участка проводилась распашка, и вот видно, здесь осталась запаханная сейчас канава. Плугом вывернуты трубы, являющиеся частью гидротехнического сооружения, вот этого гидранта. Вот, и плугом видно следы воздействия механического на трубу. Труба была переломана и вывернута из земли, и дальше тут запахана. Картина печальная, и это прямое нарушение использования земель сельхозназначения. Ведь в данном случае не используется потенциал орошаемого земледелия. Раньше данная система использовалась для выпуска воды. По этой трубе выходила и нарезался дальше временный растительный канал земляной, и на протяжении всего поля. Здесь используются дождевальные машины, ДДА, которые могли ходить и поливать землю. Сейчас это уже все невозможно. Такая ситуация во многих местах. Ведь на ремонт лотково-дренажных каналов у собственника не хватит средств. Впрочем, он мог и не запустить ее до такого состояния, когда и ремонтировать уже нечего. Штраф получит. А что дальше? Восстановление системы мелиорации требует более широкого государственного подхода. На селе работают многие кооперативы производственные, потребительские, финансовые и других направлений. И есть среди них уникальное объединение «Дон-Агрокурорт», созданное колхозами Ростовской области. В его состав входят санатории «Дон» и «Рунов-Пятигорский» и «Тихий дон» в «Лазаревском». Владельцами санаториев пайщиками являются 111 сельхозпредприятий Ростовской области. Азовский, Зерноградский и Неквиновский районы первыми начали строить санаторий «Тихий дон». Его создание в 1970 году было поддержано Михаилом Шолоховым. Выжила здравница и в трудные 90-е, когда бесценились деньги и продукты доставляли из хозяйств Ростовской области. Даже чернозем привозили, на котором сейчас буйно растут цветы. Сохранили и расширили базу. И самое главное – структуру сельхозпредприятия, общую собственность ее членов. Ведь многие здравницы быстро перешли в частные руки. Впрочем, и сегодня посягательств со стороны немало. Приходится и другие вызовы держать. Так коронавирус снизил спрос на путевки. Я думаю, что это временное явление. Мы скорректируем нашу работу и в сторону усиления мер безопасности по пребыванию в санатории. Ну и, конечно же, будем решать все вопросы для того, чтобы было, будем хотелось приехать, несмотря ни на что. По 20-30 лет подряд приезжают сюда люди. Как к себе домой. Сельхозпредприятия отправляют своих работников по льготным путевкам. А то и вовсе бесплатно, в качестве поощрения. Хозяйство оплачивается путевкой 10% стоимости. Это не Нурдайка, не Турция, а не Копенгаген, а ехать сюда. И приедем мы сюда. Казачий строй на Параде Победы впервые за 75 лет. 135 казаков Всевеликого войска Донского из Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия, помоляясь в главном храме Новочеркасска и получив напутствие старших, отправились в Москву, чтобы на месте продолжать подготовку к параду. Два месяца они чеканили шаг на плацу бывшего училища связи в Новочеркасске. Коробкой в 99 человек пройдут и в парадном расчете по Красной площади. Это гордость пройти по параду Победы. Не каждый достойен этого. Не каждый военный проходит по Красной площади. Парадный расчет поведет теперь уже утвержденный указом президента России атаман Виталий Бабыльченко. Мотивация у всех есть. Мы действительно идем для того, чтобы представить не только область, а своих родных, близких. У всех ведь потери в семье Великой Отечественной войны. У всех своя память семейная. И это самое главное. В строю войска Донского 10 казаков из Калмыкии. Дважды благословленных. За нас уже в курулах наших молятся наши ламы на самом деле. И в православном храме мы всегда говорим о том, что Бог все равно един. Каждый его видит по-своему. Молитва в храме объединила всех. У каждого казака в потайном кармане фода дедов и прадедов, ветеранов той войны. С ними как космос и выйдут на Красную площадь. Гордимся вами. Надеемся на вас. И абсолютно уверены, что задача, поставленная министром обороны, губернатором области, будет безусловно выполнена. Вам удачи и успехов. Переживаем за вас. Область обеспечила своих представителей формой в разных вариантах, условиями проживания и тренировок. И с понедельника уже в Таманской дивизии, в Алабино, по четким линиям, как на Красной площади, пойдет основная подготовка к параду. А потом волнение родных у телевизора. Я буду смотреть парад и буду ждать, чтобы пришел домой. Благо, лусно, все нормально, хорошо. Мы всей семьей возлагаем огромные надежды, что все получится. 21-летний сын Светланы Пономаревой, Иван, казак-дружинник Константиновского юрта, внес лирическую нотку в этот торжественный день. Ален, ты выйдешь за меня замуж? И вот с песней, с троевым шагом, с главной казачьей площади, они уходят для того, чтобы в Москве по Красной площади пройти с троевым шагом и показать, что казачество России есть и будет. На сегодня это все. Через неделю в это же время мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио».